поехали ну что приветствуем всех дорогие наши подписчики вот мы сегодня проведем с вами встречу с дашей мы уже подключились нет еще не подключились но тогда я немножечко сделаю такой друзья мои экскурс в историю уже практически больше года прошло после того как мы сделали дашеньке операцию по смаз подтяжки лица и шеи вы наверное конечно же все знаете про эту операцию вот сегодня по прошествии года я сейчас вспоминаю как же все это было когда дальше пришла вы знаете очень интересно что в общем-то изначально она пришла ко мне об этой операции даже не думали вообще думали про изначально липосакцию в области шеи для того чтобы убрать какие-то небольшие избыточные жировые отложения которые по сути они есть у всех нас мои дорогие вот это вот кстати хочу заметить тот вопрос который я может быть даже ожидаю что он поступит да от вас в плане того что вообще почему в таком молодом возрасте вы взяли пациента на операцию кстати говоря очень многие критиковали нас за эту операцию знаете сейчас хочу как раз развеять все ваши ну может быть опасения мифы именно о возрасте в котором необходимо проводить эту операцию когда пришла дальше и было на тот момент 32 года по идее вопрос о подтяжке лица и шеи в таком могу такого молодого человека мы и в принципе даже не станет но есть один маленький нюанс есть такое понятие как анатомические варианты строения не только нашего черепа да пусть не только нашего костного каркас но и мягких тканей которые нам достались с вами от наших родителей иногда бывает так что уже и 26 лет и в 20 лет пациенты отмечают небольшие избытки жировой ткани вот здесь в области подбородка даже при отсутствии какого-то избыточного веса почему так бывает дело в том что расскажу некоторые такой анатомический нюанс что у нас вот здесь вот под кожей лежит мышца платизма до которая с возрастом конечно же провисать но между мышцы и кожицы как раз у всех абсолютно даже очень худых пациентов есть слой жировой клетчатки который у некоторых увеличивается да и провисает там 50 годам а у кого-то есть уже и в 16 лет и в 20 лет поэтому нет понятия я считаю возраста для данных операций да есть понятие анатомического строения лица и статических запросов и потребностей каждого пациента но вот вы знаете как раз в случае с дашей действительно я после этой операции получала очень много критических замечаний о том что зачем вы делали эту операцию когда в общем то она и так выглядела очень красиво ему да действительно но учтите что все фотографии до операции у даши как раз были при помощи фотошопа в той или иной степени перескорректированы понимаете и вот сейчас когда прошло столько времени мы можем объективно оценить и сказать что на сегодняшний день эта операция дала возможность выставлять себя проводить видео фотосъемку не прибегая вот к этим нюансам в плане коррекции фотошопа конечно я зашучу и говорю что так не красит женщину как фотошопа это действительно так но нам же всегда хочется выглядеть мои дорогие естественно чтобы не нужно было прибегать ко всем этим дополнительным коррекциям но я думаю что мы чуть позже спросим как раз и зададим дашеньке этот вопрос поэтому я еще хочу что сказать конечно же в 32 года иногда бывает и моложе пациенты кто терял вес то есть предположим была массив была какая-то массивная потеря веса да и вот такие пациенты уже независимости от возраста к сожалению имеют птоз мягких тканей лица и шеи потому что силу гравитации никто не отменял вот как раз это в случае дашь не было такой никакой резкой смены веса у нее как раз был вариант такой анатомического строения вот таких тяжелых объемных мягких тканей которые не давали вот этот вот юный овал который хотелось бы сохранить нам и до 50 до 60 лет ну что сейчас она присоединяется вот сейчас мне подсказывают коллеги что сейчас к нам присоединится сейчас я сделаю такую возможность чтобы я могла вас увидеть я уже нашим подписчикам вот вижу я уже рассказала немножко нашим подписчикам об истории нашей операции да то как вы ко мне обратились и собственно говоря что мы изначально и не планировали с вами да я на самом деле обратился екатерина сергей не с одной проблемой у меня был всегда второй подбородок вот сейчас я специально отключила все фильтры сейчас на видео нет никаких фильтров то есть ничего абсолютно да я конечно в макияже потому что этом ходил по своим делам сегодня мы получали комет да но в общем то вы видите вот она была моя очень проблемная зона это действительно было так это было ну то есть вот так вот прям профиль у меня прям был такой конкретный второй подбородок несмотря на то что я была худая то есть мне всегда надо было необходимо удержать вес до 54 килограмм как только я выходила за пределы 54 килограмм а мне сейчас уже 34 года и но я не могу сказать что я сильно стремлюсь быть худой то есть я в детстве была очень худой я от этого настрадала свое время и вообще я не что ну как бы у каждого свои стереотипы красоты то есть я хочу быть в нормальном весе вы сейчас во мне 58 килограмм я абсолютно счастлива что мне не надо вот это вот ходить и не есть потому что здесь будет висеть поэтому я безумно счастлива сколько у нас момента операции прошло даже как бы сегодня считали кстати все операционные бригады вспоминали но мне кажется чуть больше года да да чуть больше года и кстати результат на самом деле ну просто он как вам объяснить то есть я сразу увидела то есть мне сняли повязку я его увидела сразу а потом то есть каждым днем с каждым днем все лучше лучше и лучше и до сих пор с каждым днем все лучше и лучше потому что во первых у меня измелись немножко вот черты лица в плане в лучшую сторону потому что из-за из-за вот такого птозного формирования лица как у меня правильно просто досталось от кого-то от мамы или папу от мамы вот уголки губ они тоже начали вот так подтекать то есть вот это все 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 что вот здесь ниже отсюда оно начинало бы так подтекать то есть здесь вроде все молодо а здесь уже вот вроде вот как-то не очень и худеет ну то есть всегда надо было держать какой-то вес не есть не ужинать или еще что-то вообще отказывать во всем это не жить в общем да да не жить а я люблю покушать люблю на самом деле такое счастье у меня было когда ну я не знаю если есть у вас какой-то комплекс вот у наших подписчиков кто сейчас за если да то вы меня поймете абсолютно точно потому что это был мой дикий комплекс то есть я прям комплексовала я просыпалась я себе не нравилось особенно если я чуть набирала все то есть тело дрыщавое было а здесь вот это все и конечно это было ну я избавилась вообще у меня просто не стало проблем я абсолютно от этого счастлива все благодаря вам екатерина сергеевна вообще я просто каждое каждый день я вас вспоминаю каждый день я думаю боже мой как же хорошо как же вообще прекрасно что мы с вами встретились что именно вам я обратилась я же ходила к многим хирургам и а почему вы кстати выбрали меня вот мне интересно может с вами не были знакомы да мы не были знакомы да но естественно я везде походила и туда и сюда и в общем то мне понравилось что вы сразу сказали правду что мы будем делать вот такой такой разрез и что будет такой такой результат и самое главное что я увидела ваш персонал который который уже собственно говоря совершит эту операцию на себе да просто вот если вы придете когда-нибудь к екатерине сергеевне в клинику вы увидите что там все как девочки возраст я даже не буду называть то вы никогда в жизни догадаетесь сколько там девчонкам этим лет они все не определим неопределим да действительно я посмотрела как это выглядит какие будут ну то есть шрамики не шрамики вот ну естественно операция проводилась вот в этой зоне то есть вот я не делала себе не лазерную коррекцию ничего то есть у меня здесь есть макияж румянки да но здесь у меня нет ничего вот я сейчас протру чтобы вы видели а можно попросить вас показать девочкам вот эти шовчики перед ушком потому что это самый главный вопрос который все вот показывают а может быть взять мне салфетку даже чтобы все убедились да да дашенька вот прям покажите поближе да нам друзья мои ну вот смотрите как раз я делаю разрезик вот здесь в предушной области до перекази на влажные салфетки отлично мы сейчас увидим у нас реалити шок докажу да что там ничего в этой зоне нет ну чтобы все видели то есть но здесь естественно есть румянки но их тоже подсотру чтобы всем уже было спокойно да чтобы выглядеть очень хорошо я довольна естественно это не потому что я в ваших ручках побывала вот смотрите вот все я сейчас черла вот девочки смотрите я сейчас хочу прокомментировать о том что именно разрезик он идет предушной области перед козелком и нам дашенька сейчас покажет я это делаю специально для того чтобы в последующем вы могли этот разрез никогда не увидеть и все окружающие и на самом деле сделаны операции даже но скажите это ведь правда так но никто не мне пока ну ну я вот показываю я не делаю себе не шлифовку хотя мне сказали можно сделать шлифовку или еще что-то чтобы не было видно мне этого не понадобилось абсолютно но я считаю что ничего не видно поэтому я ничего не делала но замечательно вот друзья мои смотрите обратите внимание разрезик идет перед козелком я сохраняю вот эту уникальную тонкую кожицу которая покрывает у нас козелок для того чтобы вот этот вот разрезик проходил непосредственно складочки и в последующем из-за игры такой света тени из-за разницы тонов кожицы козелка и щечной области это трубчик последующим не будет заметно я эти оперирую мужчин много понимаете у нее пишут у меня фильтры простите здесь нет фильтров я специально не стал накладывать фильтры для того чтобы увидели разницу в час я наложу фильтр вот ну вот например вот сейчас я с фильтром вот сейчас я убираю опять не знаю как вот опять я нажала что нет никакого фильтра абсолютно то есть сейчас нет никакого фильтра абсолютно это вот реально вот вот ну вот смотрите ничего не видно абсолютно то есть это у нас реальная картинка друзья мои то как на самом деле есть в жизни екатерина сергеевна вы рассказываете что мужчины тоже обращаются я извините вас перебила да а вы знаете у меня сейчас как ни странно наверно процентов 30 пациентов это мужчины кстати они очень сейчас любят следить за собой и эта операция стала очень актуальна поэтому вот этот рубчик как раз нам важен да чтобы показать его незаметно потому что вы можете ну я думаю что вы со мной согласитесь любую сделать себе причёску и короткую в том числе правда и не будет следов операции заметно потому что вы знаете самое основное чего боятся все боятся как раз того что след операции будет на лице но моя философия это как раз то заключается чтобы лицо после операции не выглядело оперированным даш но вы же согласны со мной что не хочется чтобы все спрашивали как вас оперировали я думаю что даже несмотря на то что все знали про вашу операцию в реальности непонятно что произошло если бы я никому не говорила сама не узнал конечно же не догадался бы я училась на максимальную близкую камеру без абсолютного фильтра без всего показала и то ну как бы никто не понял более того что но сейчас все что я себе там не нужно сделать просто для того чтобы себя чувствовать уверенно там да я там люблю пухлые губки я могу себе немножко увеличить и сделать себе ботокс если там ну я раз в год раз в полтора года это делаю все это обязательно даже вот кстати работах сможем сейчас сказать да что многие тоже очень боятся этого но я хочу сказать что это гениальное средство профилактики а вы давно используете ботокс я ботокс я честно говоря не помню с какого времени думаю что лет наверное 27 не было в первый раз когда использовала я уколола раз в год раз в год да но я его колола почему потому что у меня начали появляться вот такие заломы вот в этой я его делала почему я так делаю это моя какая-то вот личная мое личное желание потому что я еще люблю чтобы лоб какой-то вот я ну как бы не иду ну в общем-то на самом деле заломы у меня прошли а вот я знаю что девочки которые как бы этот момент упустили им сейчас тяжелее потому что приходится чем-то там заполнять филлерами не филлерами от этого ну как бы отек идет правильно а знаете почему потому что вот я сейчас даже покажу вам мои дорогие вот видно да сейчас видите замечательный вот этот вот макет строения мимических мыслей что происходит мы можем все мягкие ткани с вами подтянуть но то что касается области лба например да то что здесь мы видим вот эти лобные мышцы также как здесь мышцы у нас гордецов и две мышцы смуршивающие бровь они настолько активны что если мы их не будем с вами блокировать с раннего возраста я кстати говоря ботоксом пользуюсь 26 лет сама я примерно так же где ты просто не помню точно конкретный год вот как только начало намечаться уже надо бежать потому что ботокс это уникальное средство профилактики и в области лба нам нет смысла делать операцию если мы с вами можем пользоваться как все говорят ядами да ядами но на самом деле это уникальное средство потому что мы блокируем таким образом действие вот этих вот мышц замечательно и что происходит мы не даем возможности на коже вот этой морщинки закладываться вот вы правильно абсолютно сказать тот кто позже начнет тот собственно говоря потеряет время и кожица уже под воздействием движения мышц она будет стареть значительно быстрее поэтому совершенно правильно делаете что начали это делать именно профилактически потому что ботокс это уникальное средство профилактики таким образом мы с вами оттянем операцию в области лба на долгие годы а может быть она нам и вовсе не понадобится понимаете главное просто правильно друзья мои пользоваться ботоксом знаете что нужно обязательно выдерживать этот промежуток в шесть месяцев то есть если мы сделали инъекцию то повторная инъекция должна быть не ранее чем шесть месяцев через шесть месяцев понятно да почему потому что полностью должен препарат вывестись и тогда уже у нас будет эффект более полноценный и не будет формироваться антитела которые потом будут ослаблять действие препарата но ведь с вами хотим чтобы пользоваться всеми этими средствами долгие годы ну да объективно я думаю что у нас сейчас немножечко что-то кадрин машка поэтому я кстати говоря между прочим про ботокс можно сказать что прекрасно корректируется еще область вот этой зоны да то есть область гусиных лапок которые тоже с течением времени становятся проблемные кстати дальше я вас хочу спросить вы все-таки живете в жарком климате я надеюсь вы не увлекаетесь солнцем расскажите нам я я не могу им увлекаться потому что я очень белокожая и я без кожи я остаться не хочу чтобы потягивать собственно говоря будем на самом деле сейчас читаю некоторые комментарии вот не понимаю людей которые пишут там какой-то негатив то есть вот ну сейчас хочу просто всем объяснить смотрите у каждого есть свои какие-то там недостатки у каждого человека нет человека идеального вот и когда недостаток превращает превращается в комплекс это для человека настоящая трагедия поэтому вот лично для меня я себя не любила абсолютно и не любили но не одной простой причине потому что ну вот я поворачивалась то есть я себя ну уже начала то есть на меня не действовали ни комплименты когда мне кто-то говорил что ой ты такая хорошенькая я думала боже мой наверное врут ладно то есть я даже не могла сказать просто спасибо я думаю что меня обманут потому что меня это было в голове и любая операция неважно сколько тебе лет она делается ли лично для для человека для того чтобы избавился от этой проблемы избавился от этого комплекса перестал себя не любить это же прекрасно смотреть на себя и думать боже мой как все красиво это же делается только для себя поэтому здесь не нужно чей-то чей-то комментарий что это красиво некрасиво это нужно для себя у всех свое понятие красоты это во-первых а во-вторых давайте будем объективные видно когда человек собой не занимается это действительно видно когда он ничего не делает вот иногда какие-то девочки ой я не хожу не косметологом не хирургом у меня все свое но это видно это видно гордиться то есть но можно просто сказать туда действительно это заметно что ты никуда не ходишь поэтому каждого свое главное чтобы вы себя устраивали чтобы почему мы проводим сейчас этот эфир чтобы вы знали кому обращаться если у вас есть проблемы какие-то не нужно этого бояться нужно этого стесняться просто нужно знать кому идти уж поверьте мне сколько я прошла перед вот этим всем сколько прошла я врачей всю москву буквально все всех врачей практически которые занимают которых я по крайней мере узнала которые занимаются именно вот этой частью именно частью подтяжки вот нижней части лица но я знаю что Екатерина Сергеевна делает и верхнюю часть я прошла всех и уж поверьте мне с моим многолетним комплексом многолетним что я знала куда обратиться вот мой результат абсолютно без фильтров без всего у меня нет второго подбородка я счастлива спасибо но это замечательно я очень рада вот здесь вопросы хотят как раз задать слушаем да вопрос такой был и я смотрю людям сейчас тоже до сих пор не понятно почему именно операция почему доктор там не отговорил почему даже пошла именно на операцию что-то пробовали до этого может быть конечно естественно я перепробовала все я пробовала нити первый мой результат был удачный то есть она сильно подтянулась второй раз это было это было 29 лет по моему то есть молодом возрасте где-то максимум 30 29 я сделал впервые нити первый результат да окей супер вот как сейчас хотя мне тогда все равно приходилось держать вес мне надо было весить не больше 55 килограммов все равно иначе набиралась да вот здесь в области подбородка я так понимаю да да бы появлялись какие-то ну немножко неровность ну то есть это еще большой дискомфорт вот многие говорят после операции большой дискомфорт но это тебе на всю жизнь а это ты ходишь ты буквально тебя результат будет на год но примерно такая же реабилитация то есть вы понимаете да ты не можешь открыть рот чтобы поесть нормально какое-то время потому что нити тянут но это тоже неприятно второй раз я сделала нити мне уже не помогло то есть это было вообще даже хуже чем до того как я их сделала начался какое-то отторжение что я не поняла что какая-то реакция причем я делала у хорошего тоже косметолога и вообще ну как бы действительно до этого у меня был шикарный результат но второй раз почему-то у меня обратный результат дашенька же здесь знаете почему дело в том что если есть избыток кожи если он есть то нити они же не могут убрать избытки кожи понимаете получается вот эта сборка как я говорю пульсировка никуда ее не денешь именно поэтому и не дано это результат наверное наверно мне лично так было потому что сильно были излишки кожи вот она прямо здесь везде была то есть меня кажется можно было гармошку так сделать уже такая гармошка далее что я делала и 7 не советую этого делать все равно расскажу так как и задали вопрос опять же опять же таки это может быть лично мой какой-то опыт я рассказывал же о себе я не знаю может быть кому-то помогло поэтому я не знаю я делала себе липолитики в нижнюю часть лица что случилось со мной? это был ужас самое ужасное, что со мной было с моим лицом когда мне писали, Даша, что с тобой тра-та-та, ля-ля-ля, тополя но они всегда так пишут, это в принципе нормальная реакция некоторых людей, чтобы так написать но в общем-то это было действительно некрасиво потому что у меня пошел сильный отек видимо, мой организм просто не принимает этот препарат в лице, причем на руки там он не работал колол липолитики на руки, на бока и оно на теле работало а в нижней части лица у меня просто появился дикий отек все красное воспаленное было, в общем я ужасно выглядела, поэтому липолитики в лицо девочки никогда не колите и еще момент, сейчас почему я хочу вам рассказать то есть я насколько уже себя не любила что я думала даже может быть удалить коньки Биша когда я пришла к Екатерине Сергеевне я даже сказала а может быть еще и у комки Биша на что мне Екатерина Сергеевна сказала ни в коем случае эту операцию делать не буду и никому вообще это моя принципиальная позиция хотя вот инстаграм как раз таки инстаграм раскручивает эту операцию раскручивает эту тенденцию да, она какая-то даже стала модная и более того многие хорошие хирурги ее прям сделали потому что она очень простая пришел, ну как бы зашел в щеки отрезал там все зажило и все то есть первое время там если молодой человек ну в смысле юный человек женщина, мужчина, не важно это может и будет смотреться красиво но потом Екатерина Сергеевна меня прям наругала даже за эту мысль и объяснила почему вот может быть вы расскажете почему Дашка, я как раз и хочу прокомментировать дело в том, что кому мешает жировое тело щеки друзья мои вот я опять возьму наш макет располагается оно вот здесь вот в этой области на самом деле у этого жирового тела три отрога щечный, височный и глоточный когда мы убираем действительно эта операция технически она по сути элементарна то есть делается разрез изо рта и вот этот вот щечный фрагментик он убирается что мы таким образом получаем мы получаем по сути вот такой вот эффект то есть ямки вот здесь вот в этих зонах которые в 25-30 лет да, они будут может быть придавать определенный шаг но в 50 лет эта процедура состарит нас это по сути калечащая процедура потому что восполнить объем в этой зоне никакими филлерами так же как и липофилингом что такое липофилинг? то есть пересадка жировой ткани из зоны она уже не будет выглядеть эта жировая клетчатка так же как какая-то структура была уникальная нам дана по сути эволюционно поэтому я хочу сказать что именно удаление комков биша почему она является калечащей процедурой не только потому что она с возрастом нас составит просто 25 лет об этом не задумываются все думают 40 лет это уже я не доживу до этого состояния я хочу сказать что мне в этом году будет 45 лет да и мне кажется жизнь только начинается по сути поэтому в реальности нужно задумываться на перспективу чтобы пластическая операция не дала нам с вами какие-то нюансы с возрастом чтобы ухудшить свое лицо ну а еще один есть момент анатомический что смотрите у нас здесь идут видите сколько мимических мышц вот через этот комочен биша через щечный его отрок в 2% случаев проходит щечная веточка лицевого нерва которая у нас как раз дает иннервацию дает движение вот этой зоне мимических мышц и если предположим при хирургической манипуляции этот нерв повредится то соответственно может повиснуть угол вот этот вот уголочек крылышка носа понимаете то что нельзя будет восполнить в последующем потому что двигательные нервы они не восстанавливаются задумайтесь 2% это значит у двух человек из 100 такова анатомия проверить это невозможно поэтому я считаю что я сейчас рассуждаю друзьями как челюстный лицевой хирург что мы не должны наносить пациенту вред потому что это все на лице очень тонкие структуры и любая пластическая операция она должна дать 100% эффект мы не должны рисковать вашим здоровьем ни на даже одну толику процента вы согласны со мной? конечно и вот когда я это все послушала то есть я естественно подумала ладно пусть мои щечки остаются ну кстати мои щечки после вот вашей операции они стали выглядеть совершенно прелестно то есть я просто я люблю кос я люблю растущенные волосы но вообще в целом если я абсолютно соберу все волосы овал лица стал просто прекрасный ну вот вы просто может быть не видели меня раньше а я-то знаю себя и я вам скажу что результат просто ну я настолько довольна то есть просто я не могу это прям вообще моя жизнь поменялась в моем собственном ощущении на до и после это прям ну в общем все супер и еще кстати я хотела вам рассказать что Екатерина Сергеевна она же да просто я себя стала чувствовать круче полюбила еще более любила но я как меня могут обругать я себя обругаю еще хуже всегда потому что я самокритична очень а сейчас у меня нет вопросов только к одной части моего лица это мой и еще такой момент чтобы все знали что Екатерина Сергеевна действительно не просто хирург который делает красоту еще она спасала жизни многих людей в плане внешности восстанавливала такие лица после страшных аварий после страшных я не знаю может сами расскажете мне ваши помощницы показывали даже фотографии что вы делали как вы восстанавливали даже кости грубо говоря делали каркас это действительно так Даша я же много лет занималась как раз реконструкцией черепа после травмы по сути моя диссертация она была как раз связана с тем что я отрабатывала методики одномоментной реконструкции лица у таких пациентов которые получили тяжелую автотравму я на это потратила 10 лет своей жизни я провела в операционной очень много часов но по сути я порядка 450 операций реконструктивных сделала они все вот 10 часов продолжительности представляете вся моя жизнь она по сути прошла в операционной вот за эти 10 лет но я хочу сказать что вы знаете я счастлива что я этим занималась потому что за счет этого я сейчас могу в эстетической хирургии делать такие операции которые действительно уникальны поскольку я же могу не только сделать предположим работу с мягкими тканями у меня есть даже пациенты кому я меняю предположим лица с мужских на женских это немножко другая история может быть это тема отдельного вообще эфира но дело в том что здесь в этих операциях уже сочетаются реконструктивные методики эстетические и я хочу сказать что конечно реконструктивная хирургия понимаете там немножко другая философия я вот хочу даже сейчас может быть расскажу такую короткую историю это была наверное моя самая длительная операция которая длилась 20 часов представляете то есть после этой операции я заболела заболела потому что я психологически очень переживала за ту девочку которая в автоаварии по сути ей было 18 лет она потеряла и глазное яблоко в том числе и вот эта история всегда я привожу ну и на сегодняшний день всегда в пример потому что человек который попадает в такую экстренную ситуацию вот эта девочка которую я оперировала собрала ей из череп по сути как конструктор да и самое сложное было в этой операции то что кстати говоря это один такой был доктор Маккин он сказал гениальную фразу он сказал что такое лечение лечение это ремонт организма без инструкции изготовителя понимаете вот в реконструктивной хирургии это так то есть нет инструкции когда человек попадает в такую вот тяжелую ситуацию и вы знаете просто до слез прошло много лет и я вот как раз это было два года назад в мой день рождения я поднимаю труппу и слышу голос папы Насти который говорит я вас поздравляю с днем рождения и мы о вас помним каждый день потому что Настенька сейчас вот вышла замуж у нее родился ребенок я даже помню что я была за рулем ехала по МКАДу и даже расплакалась потому что для меня тоже с этой операцией была связана часть моей жизни понимаете и я хочу сказать что конечно подобные случаи они вдохновляют потому что ну наверное вот ради таких моментов стоит вообще жить, работать потому что все мои навыки которые я имею я вот выложилась в тот момент но сейчас я вот в большей степени конечно я уже занимаюсь эстетической хирургии но вот эти методы реконструкции мне очень помогли когда я могу предположим сделать какие-то профилопластику но сделать это не при помощи инородных предметов я могу подвинуть косточки я могу отпилить на обровные дуги как это звучит может быть страшно но у некоторых пациентов я это делаю иногда пациенты кто действительно меняет пол я меняю и внешность но это очень интересно это понимаете каждый пациент это отдельная история в общем-то тема я специальность знаменательна то что каждый день он уникальнее каждый человек уникальный даже вот я смотрю например на вас честно скажу но у меня это вдохновляет да потому что я понимаю что может быть даже наши подписчики это не понимают потому что они действительно вас же не видели до операции без фильтров правда не они может не видели меня без фильтров но я все время прятала эту зону то есть как нормальный человек ну как бы может быть я не знаю для меня это было нормально что то есть я подбирала себе постоянно прически даже более того сейчас я иногда то есть я уже привыкла что у меня так вот иногда я смотрю даже свои фото которые мне казались вау мне здесь хорошо вышло то есть ну они до операции я думаю боже мой какой ужас это же было как слава богу что это все позади и на самом деле вот кто бы сейчас вот что не говорил я ну как бы людей не осуждаю за их слова они могут там написать или еще что-то но я по себе знаю что я стала выглядеть однозначно лучше я стала выглядеть ну как я вот хотела вот как я мечтала то есть я прям счастлива я не могу у меня прям вообще я вас вспоминаю тоже каждый день поверьте когда я стою и умываюсь первое кого я вспоминаю это вас спасибо ну а вы знаете друзья мне правда это очень важно да я реально очень ну вообще довольна счастлива если вот ну почему мы вообще сейчас вышли в этот прямой эфир кто-то пишет рекламу ребят нет я говорю вам что я сделала эту операцию то есть я могла бы молчать я могла бы сделать там как многие просто не досказали но мы могли бы об этом не говорить да да я вам рассказала потому что на самом деле я знаю как часто то есть я ну вот особенно в России да какой-то вот русского вот такого да теплица ну в России много у кого такие тяжелые лица вот у меня именно было тяжелое лицо то есть оно как бы так текло вниз скажем так и то есть с каждым годом даже силу гравитации никто не отменял понимаете да нет есть счастливицы которым это не надо и они не понимают они ось боже мой зачем это я просто не вошла в это да в их число в их число я не вошла да поэтому я очень сильно помню до сих пор свои эмоции я их вспоминаю каждый раз когда мне фейсбук присылает воспоминания фотографии мне не дают забыть Даша а вот у меня знаете какой вопрос давайте немножечко вот вы расскажите нам про реабилитацию вы легко перенесли эту операцию не было вот помните про нити сказали да что как это было тяжело а вот с операцией все боятся реабилитации очень боятся смотрите я не скажу что нити мне тоже было тяжело во-первых все люди разные я человек которому я не боюсь трудностей то есть я вообще позитивный человек то есть все что у меня не происходит в жизни я это всегда как-то воспринимать пытаюсь так ну вот ну вот так а зато вот так то есть я и фоткалась мне надели такой платочек такая платочка была да я у нее куколка ходила то есть я у него фоткалась и вообще не запаривалась и везде ходила то есть многие как-то реабилитацию переносят вот надо отсидеться дома мне вообще было пофиг я и в рестораны ходила и везде да я видела вас вы в таких красивых нарядах выступали еще и фотосессиях участвовали да да ну то есть меня вообще ничего не смущало мне было вообще все прекрасно все было весело вот из так из недостатков да надо сказать что ну да скажи просто чтобы реально ну я не знаю может быть кому-то покажется недостатком излишнее внимание но в принципе ну из-за того что я в разных шоу программах участвую ну я привыкла к тому что баста баста видимо более привычных внимания да то есть ну просто меня все спрашивали а что такое ну излишний интерес был даже на самом деле может быть это еще и не скучно мне жилось потому что всем было честно ну из недостатков наверное только это а нет я вспомнила вспомнила все сейчас я вам скажу уже забывается да ну быстро все во-первых забывается очень сильно что было из вот таких недостатков что клей был в волосах вот потому что его надо было снимать водкой я не переношу запах водки ну как бы там ладно бы винишком хотя бы а то водкой надо водкой ну это такой квест знаете чтобы отвлечь от операции да 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 ну короче мне надо было из волос немножко там выговаривать водкой и клей ну все дальше я прокомментирую друзья мои что такое клей просто когда я готовлю к операции я же выстригаю небольшие полосочки в волосах для того чтобы сделать там разрезики и поскольку я перфекционист я люблю чтобы в операционной ни один волосик у меня в рану не попал да и поэтому клей есть специальный медицинский клей который я использую для того чтобы волосы немножечко проклеить чтобы они как раз в ранку не попадали но вот единственный нюанс что действительно он отмывается водкой ну я думаю что это не испугает наших подписчиков да можно сразу ну можно здесь отрывать здесь я маркариту сделать да 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 тогда реабилитация проходит легче значительно не на самом деле никаких проблем то есть сказать ну может быть я так воспринимаю для меня эта реабилитация была не сложная абсолютно а болевые ощущения были вот все об этом спрашивают мне кажется вообще нет я не знаю но опять же таки может быть я была на таком как бы позитиве от того что я избавилась просто вы не знаете сколько лет меня мучило этот комплекс может быть из-за того что вот я была на такой волне что когда я увидела сразу что а мы же на утро вам уже показали шею куда же да я сразу уже вся там не знаю шея стала тоньше кстати тоже вот у меня тоже все таки есть вот такая вот черта то есть это мамина генетика мамочки мои она вот а сколько сейчас мамочке лет Даша нет мамы к сожалению нет с нами но да вот но тем не менее вот вот эта часть наследственная наследственная вот отсюда глаза вот это все папина вот отсюда все мамина вот отсюда и дальше вот генетику не обигоришь да генетику не обигоришь и вот шейка стала тоже тоньше и вот прям даже вот сейчас многие там говорят что в этом возрасте появляются какие-то кольца Венера или еще что-то у меня здесь так все идеально у меня так мне кажется 17 лет не было вот эта зона вот отсюда вот досюда вот то есть вы должны понимать девочки если кто-то сейчас думает не думает там надо не надо в общем-то вы должны понимать что вот эта часть у вас тоже станет идеальной это как бонус я хочу сказать знаете что вот вопрос кстати очень часто задают а в каком же возрасте делать эти операции вот я всегда шучу и говорю чем раньше мы сделаем тем больше времени у нас пользоваться результатом для носки да то есть собственно если сделать 85 лет хотя кстати у меня есть пациенты правда и 85 лет которые приходят на подобные операции да а вот мы кстати говоря мне сейчас мои коллеги покажут да или я покажу вот смотрите это до-после да Даш помните эти ваши фотографии да причем после чтобы вы понимали это было уже короткое время после операции это месяц там есть отек немножко но вы посмотрите даже губы вот вы видите губы ну то есть они изменились они стоят им не видно вот приблизьте до поближе потому что им не видно они не понимают вот эту часть да это еще фотография которую я выбрала это еще хорошее да 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 Даша вы понимаете вот это чай ну вот видите как просто вот этот ну ладно я думаю вы все видите вот ушки мои до операции там вот мои ушки после они такие же но часть вот эта абсолютно не такая же вы видите вот если я еще вот такое тяжелое лицо Даша вот сразу я хочу сказать вот я сейчас смотрю сразу минус 10 лет вы и так молодо выглядите правильно но нам же хочется чтобы этот возраст остался надолго да вот такого вы знаете я даже не борю не гонюсь за возрастом я просто ненавидела вот эту часть своего лица и я у меня сейчас нет и это огромное ну то есть я прям счастлива правда кто может быть этого не понимает у меня так же кто-то пишет и мне ну ребят ну вы молодцы я завидую вам Даша но вы знаете вот я на это когда пациенты некоторые мне спрашивают ну а как же так зачем же так вообще рано зачем нужны эти операции я всегда говорю такими словами мы же занимаемся например зубами да мы же не ходим с калийсом если возникла проблема да то есть технологии сейчас позволяют понятно сделать зубы можно сделать их белыми какими хочешь по цвету но вопрос в том что почему мы же если можем выглядеть лучше и есть для этого технологии почему этим не воспользоваться понимаете другой вопрос что все зависит от эстетического восприятия как я всегда говорю кто-то придет в 30 лет а кто-то и в 80 не придет понимаете потому что эстетическое восприятие себя здесь имеет определяющую роль спрашивают что за операция была те кто недавно назвали а вот сейчас да что вопросы поступают кто недавно присоединился какая была операция друзья у Даши была операция смаз подтяжки лица и шеи слепосакции в области передней поверхности шеи и в области подбородка что такое смаз смаз это смаз по-русски то есть это поверхностный мышечный апоневротический слой который лежит у нас под кожей по сути он у нас лежит вот посмотрите если на макет между кожей и мышцами лежит вот этот вот слой он объединяет в себя четвертый слой мимических мышц и соответственно такие феврозные тяжи и я делаю подтяжку в двух слоях для того чтобы после операции у нас не изменилась мимика чтобы у нас лицо не поменялось чтобы это были вы но моложе в данном случае как раз у Дашеньки здесь я прибегала к некоторым еще манипуляциям чтобы воссоздать вот этот вот треугольный овал да Даша то есть здесь поскольку была операция не совсем омолаживающая она включала в себя такой комплексный подход мы немножечко изменили естественный овал в этом была и задача я думаю что Даша как раз оценила это по достоинству я счастлива вообще абсолютно и почему спрашиваю там почему в таком возрасте вот мне сейчас 34 года то есть но я в 34 года хочу себя чувствовать красивой можно можно вообще это сделать я себя не чувствовала красивой только из-за этого теперь я себя чувствую замечательно прекрасно и красивой мне сейчас 34 года и если вернусь сейчас время назад я бы не делала себе да я бы сделала себе ее просто пораньше когда у меня уже вот это все образовалось но такой у меня типаж лица у всех свое у кого-то там что-то вот у меня был такой недостаток который меня реально ну огорчал беспокоил да ну я реально очень переживала по этому поводу и сейчас когда вот я вот сейчас сижу и я вижу вот это что это я сейчас без фильтров еще раз скажу всем вот да дорогая но сейчас вопрос да у нас на какое время вообще это хватит а вот спрашивают дорогие мои вот спрашивают на какое время хватит этой операции но я всегда в этом плане шучу и говорю это не значит что как в Золушке да в 12 часов там через 10 лет карета превратится в тыкву и все ну конечно же нет вы знаете такой приведу пример вот я например своей маме делала эту операцию когда моей маме было 54 года вот сейчас ей 71 исполнился у нас была одна подтяжка лица она сейчас все равно выглядит моложе своих сверстников на те же 10 лет понятно что сейчас уже можно повторить эту операцию мы об этом думаем да если честно просто это от меня зависит я никак не могу выбрать время да потому что на своих всегда не хватает времени и потом мама помогает с детишками поэтому мне если честно просто невыгодно даже сейчас ее как-то говорю честно извините но это жизнь да но в любом варианте она выглядит моложе ее не воспринимают как бабушка и был очень смешной случай что она пошла гулять с моим вторым сыночком когда он ну как бы это было 4 года назад он родился ее встретили какие-то подружки ну такие которые не очень близкие они сказали ну надо же Танюша какая молодец поздно но все-таки родила ну ничего ну поздно все-таки ты так хорошо да несмотря на то что маме уже там было практически 66 лет но это я к чему говорю что возраст насколько хватит если вы не будете менять вес как я всегда говорю залог успеха в моей операции это идеальный вес на плане не идеальности какого-то там худой будет человек или полный главное чтобы этот вес не менялся понимаете стабильный вес это залог успеха моей операции вот это запомните это очень важно потому что если в течение жизни плюс-минус 10 килограмм набирать потом сбрасывать то кожа она же не резинка она будет подвисать а вот если человек держит стабильный вес то и результат операции может и 15 лет продлиться вот такой мой ответ надеюсь что это вас вдохновляет еще вопрос да там еще тема гимнастики для лица вот это фейс фитнес всплывало уже несколько раз работает вы знаете но если честно гимнастика конечно это дело хорошее но к сожалению никакой гимнастикой мы не можем превзойти силу гравитации все равно генетики да правильно и генетики в том числе все равно повиснет поэтому можно конечно делать гимнастику но я не вижу от нее такого эффекта который сравним вот с нашими методиками ну это же очевидно по поводу гимнастики я могу сказать кстати я об этом не сказала извините перебью просто да 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 потому что все думают что я пошла легким путем и сразу просто легла на операцию я делала гимнастику все на что я делала гимнастику у меня все сработало кроме нижней части лица в принципе да вот эти все вот движения то есть ну просто где нет вот этого генетически заложенного какого-то я не хочу сейчас говорить плохое слово но в общем вот этого ужаса то там все работает но если генетически у вас там заложен например крупный нос или допустим как у меня были брыли или еще что-то или избыток жировой клетчатки вот здесь ты хоть обгимнастируйся но нет то есть мой единственный был выход это реально быть всегда худой очень худой то есть мне не нравится худое тело потому что я все детство была худой я носила по двое трое колготок по джинсам чтобы никто не видел не знал что я такая худая то есть сейчас может быть модно и никого не хочу обидеть я люблю когда девушка визуально худенькая но я на себе я хочу быть нормальной и я не должна сейчас голодать не доедать для того чтобы я была нормальной лицой я просто счастлива вы знаете даже есть такая у меня мама всегда говорит смешную фразу ну все же пытаемся понятно что держать вес и мне когда я например худею сильно мне мама говорит ну вспомни что худая корова еще не газель да еще не газель но эта фраза на самом деле отражает действительность понимаете кстати вот мы говорили да про жировую клетчатку вот друзья мои помните что это исследование оно было уже проведено несколько лет назад и достоверно известно что в жировой ткани особенно на животе есть часть стволовых клеток которые собственно нам дают молодость понимаете вот сейчас наши технологии липофилинга липогракцинга нано-липогракцинга то есть когда мы берем жировую ткань из одной области переносим в другую не для объема а для того чтобы как раз омолаживать эти зоны например для кистил да для декольте почему потому что вот в жировой ткани и есть эти стволовые клетки поэтому если человек очень худой ну вот высушенные старушки да вот как иногда мы видим предположим кстати итальянок много таких ну выглядит это молодость и нет в этом понимаете нужно истощать здоровье да ну а соответственно для этого все равно жировая прослойка как я говорю подкладка все равно нужна да платье на подкладке и пальто на подкладке всегда сидит выигрыш согласны с подкладочкой ну или что поэтому я хочу оставаться с подкладочкой но при этом чтобы у меня не было вот этих 33 подбородков да я это сделала в 34 ой в 33 года я вообще счастлива вообще если вернуть время назад я бы сделала раньше честно скажу вы сейчас правильную фразу сказали Аллочку мою помните помощницу да мы же ей делали как раз 52 года и мы сейчас смеялись она говорит я жалею только об одном что не сделала это раньше потому что ходили страдали с зеркалом переживали что какие-то методики все испробовали но надо признать да что на каком-то этапе нужно выбирать правильный метод более радикальный который даст эффект и принесет столько счастья знаете кстати хочу сказать что это наверное одна из таких самых правильных операций я очень всегда радуюсь когда в операционных мы заканчиваем именно подтяжку лица и шеи у меня анестезиолог Сергей Геннадьевич вы его помните да нашего Сергея Геннадьевича да 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 и он всегда говорит господи как же помолодел я говорю Сергей Геннадьевич мы уже 20 лет работаем да он каждый раз удивляется да а вы знаете потому что в этой операции какая-то магия есть вот я честно скажу я выхожу иногда после подобных операций у меня тут например полнород сидит на консультации все говорят а вы что разве не уставшая после операции я конечно может быть я физически уставшая но меня это очень вдохновляет понимаете я тоже мне всегда хочется передать вот эту энергетику я от этого тоже заряжаюсь когда я могу подарить человеку вот эту вот красоту вернуть молодость и вернуть какую-то уверенность в себе комплексов да это настолько вот это правда важно то есть я всегда говорю что спрашивают операция она там не вернет мужа если он ушел ну образно говоря как некоторые приходит мотивация это придаст уверенности в себе но это очень важно у нас вопрос у нас вопрос да там много вопросов по поводу сколько стоит миллион там стоит вот и как попасть на консультацию если есть ну дорогие мои попасть на консультацию очень легко у меня в аккаунте там все написано телефоны моей помощницы просто нужно с ней связаться Аллочка как раз она между прочим уже прошла через это и может как как пациент вам рассказать как это все будет и подберет конечно удобное время там все шапки профиля все телефончики у нас есть так что никаких проблем а летом эту операцию можно делать о вот видите вопрос такой да можно ли летом делать вы знаете но раньше было такое даже такое правило да что летом мы не оперируем почему потому что все врачи уходили в отпуск поэтому мы не оперируем все врачи хотели отдыхать а сейчас границы закрыты да а сейчас друзья мои Дашка я тоже должна вот была 1 июля улететь в отпуск на месяц первый раз в жизни я в этом году решила полететь на месяц в отпуск и все это на красоту но честно скажу летом мы оперируем и единственное что я если вы меня спросите рекомендую ли я оперироваться летом конечно я не рекомендую оперироваться друзья мои летом почему потому что просто в этой повязочке если жарко менее удобно но у меня есть категория пациентов например учителя да и врачи это кстати почему-то исторически так сложилось что мы оперируемся летом потому что это единственное время например у преподавателей когда есть время сделать эти операции единственное я не беру операции по телу летом не люблю потому что все-таки там ношение компрессионного белья оно требует определенных нюансов на лице оперируем и вот у меня сейчас каждый день вот я кстати еле успела к эфиру вот коллеги тоже кто рядом я только вышла из операционной как раз в веки вышивала конечно все делается и летом но если есть возможность выбора конечно лучше выбирайте осенне-зимний период сколько стоит мне сказать пожалуйста на моем сайте там все подробности по ценам www.pudin.com на самом деле по ценам даже лучше не отвечать потому что у кого-то что-то есть нюансы я совершила когда-то ошибку я сказала сколько там стоила конкретно там моя операция получилось я совершила эту ошибку потому что мне говорили ой а у меня там это ты мне набрала на самом деле она дешевле ой ты мне набрала что она на самом деле дороже у всех свое это же все индивидуально когда вот ты приходишь к хирургу там может быть кому-то там надо только вот как я сделала может кому-то там надо еще меньше кому-то может что-то еще поэтому это реально надо приходить на консультацию если есть проблема. И более того, хочу многим сказать сейчас, что Екатерина Сергеевна реально постоянно на операциях еще принимает нас. А мы же приходим еще, ой, у меня вот здесь вот что-то чешется, а вот здесь вот что-то это. Еще после операции сразу навестила и меня, и девчонок, которые там тоже были проапелированы со мной. То есть на самом деле это такой человек, такой хирург, это просто вам, если у кого-то есть проблема, ну, так как я работала с лицом, я вам скажу, что это точно только Катерине Кудиновой, потому что это просто, ну, я вам не могу сказать, такая забота, даже сейчас на протяжении времени мне ее помощники пишут. Ну как, ну что? То есть, ну, меня не просили, меня помнят, спрашивают до сих пор. Кстати, городашка, все передают вам привет. Вот сегодня в операционной, и все знали, что я сейчас на эфир иду, и вся бригада вам большой привет передает. С теплотностью. Тем тоже большой привет, я их всех помню, обожаю, потому что такую заботу обо мне, я прям, я не знаю, я прям такой, даже мой муж так само обо мне не заботится, как ваша команда, я прям в таком восторге была. Даже, мне очень приятно это слышать, очень мне важна эта обратная связь, потому что, честно, мы стараемся создать здесь в клинике такую домашнюю атмосферу, потому что я понимаю... У вас получается однозначно. Ну, знаете, потому что я тоже понимаю, как нормальный человек, что все боятся, и, конечно, хочется мне передать, вот, тоже, знаете, свою теплоту, чтобы как-то все это прошло быстрее и легче. Но я хочу сказать, что очень много зависит от пациента. Вы вообще уникальный пациент, потому что вы настолько все это как-то легко и позитивно... Это была моя мечта. Да, да, да. Я всегда шучу и говорю, я мрачных на операции не беру. Ну, потому что нужно тоже иметь какое-то чувство юмора, да, чтобы весь этот вот процесс реабилитации относиться к нему, конечно, ну, несерьезно, да, потому что все проходит, синяки проходят, друзья мои. Ни один еще человек в жизни не остался с синяком. Да, и синяки и отеки тоже будут. Я сразу предупреждаю, что ну, как бы они сходят с каждым днем все лучше и лучше. Вот прошел у меня год, а у меня все еще лучше становится. Я сейчас на шучу. То есть, ну, я в восторге в полном. Ну, вообще. Максимально. Спасибо. Мои дорогие, я, к сожалению, уже должна, наверное, мы заканчивать должны. Еще, просто у меня просто уже следующая операция. Да, да. Какой вопрос? Там у нас есть минусы и плюсы уколы под глаза. Ну, вообще, про все уколы на лицо. Дорогие мои, я очень люблю косметологию и могу сказать, что пользуюсь сама активно всеми нашими возможностями. Очень люблю, смотря какие уколы. Инъекции геля, например, вот сюда, в слезную борозду, я не очень приветствую, потому что гиаллоновая кислота, она является таким депом воды, притягивает воду и может дать излишнюю какую-то отечесть. Но это в любом случае нужно индивидуально определять. У нас сейчас новая методика появилась, у нас появились ниточки под глаза. Вот я себе как раз сделала. Мой помощник Алексей Владимирович тоже хирург, замечательный. Вот он мне это делал. Ему тоже большой привет, кстати. Ой, передам обязательно, Даша, вот как равно он тоже был рядом, помогал нам настраивать эфир. У нас сейчас просто еще одна операция, но мы пойдем сейчас делать такую нано-липографтинг. Это такая новая технология, про которую я говорила. Вот мы будем пересаживать жиром для того, чтобы улучшить у пациентки качество рубецной ноги, мы будем улучшать качество рубца. Как раз делать ту самую подкладку, да, про которую я говорила. Это такая новая технология, по сути, как клеточная технология, да, то есть мы используем, еще добавляем в этот жир специально забранную плазму, которую центрифугирует свою же, да, то есть плазму пациента. Там факторы роста, и все это в комплексе дает возможность приживления вот этой жировой ткани в большем объеме, и по сути получается не только как подкладка, не только улучшает текстуру кожи, но и может восполнить какие-то объемы, изъяны, если они появились в результате травмы каких-то других манипуляций. Это вот у нас план на сегодня, на следующие наши. Ну мы вам желаем удачи, спасибо большое, что вы встретились. Спасибо. Потому что я понимаю, как у вас график, вы собирались на операцию, и я понимаю, что как это все сложно. Спасибо большое, что вы уделили время мне, и что люди увидят и узнают, потому что кому это действительно нужно, они должны знать, куда какие руки обращаться. Это очень важно. Спасибо за теплые слова, мне это правда очень важно. Вот еще один вопрос здесь, да, поступил. Да, это лично Даша вопрос. Говорят, что вы хотите уменьшить грудь. Да, 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 я планирую, на самом деле, ну еще не точно я к этому пришла, то есть дело в том, что когда я увеличивала грудь, у меня, я увеличила до третьего размера. А из-за того, что я поправилась, сейчас может продемонстрирую, то есть, ну, как бы я не то, что толстая, но тем не менее, грудь у меня стала пятого размера, и немножко тяжеловато, поэтому я думаю, может быть, да. Но это еще не точно. Пока в принципе. Это перспективно. Это просто меня не устраивает. Меня пока все устраивает, просто немножко тяжеловато, скажем так. Да, но это отдельная тема, да, это такой вопрос. Дашенька, ну спасибо, мне очень было тоже приятно вас видеть, я очень рада. Надеюсь, скоро, когда откроются границы, увижу вас воочию. Я очень люблю, когда пациенты ко мне приходят, и всегда люблю смотреть свою работу по прошествии времени. Я вам желаю удачи. Сохраните свое лицо, да, берегите от солнышка, ладно? Обязательно, да. Спасибо вам огромное, удачи вам. Люблю, целую. Пока. Это взаимно. Пока, пока, мои дорогие. Пока. Все замечательно. Так.